Июль 2006 года Вперед машина! Олег! Она наступает в направлении Березовой Ройки. Идите, идите, не обращай внимания на какие препятствия. Российские десантники действовали в рамках оперативно-тактических учений ВДВ, во время которых боевые задачи впервые решались с помощью самоходной противотанковой пушки «Скрут-СД». Экипаж поразил огневые точки условного противника и стремительным броском овладел захваченной территорией. Для этой цели создается такая техника, чтобы минимумом средств в кратчайшие сроки была выполнена задача локализации какого-то назревающего конфликта. И не потребовалось туда стягивание громадных сил. Наряду с новейшими системами вооружения, в том числе боевыми машинами десанта четвертого поколения БМД-4, противотанковыми гранатометными комплексами «Корнет» и крупнокалиберными пулеметами «Корн» боевой «Скрут» стал основой военной мощи мобильных сил России. Воины-десантники всегда были элитой вооруженных сил страны. Именно они первыми получили автоматы Калашникова с откидным прикладом, раньше всех сменили солдатские сапоги на ботинки и удивили мир не имеющими аналога боевыми машинами десанта, которые можно десантировать вместе с экипажем. Сегодня для воздушно-десантных войск России создана совершенно уникальная техника. Новейшая противотанковая самоходная пушка «Скрут» является практически легким танком. При этом, как и БМД, ее можно десантировать с самолетов. Ничего подобного нет ни в одной армии мира. В нашем фильме мы расскажем об истории уникального оружия, превратившего ВДВ в элитный род войск. Огненный спрут. 1947 год. В Советском Союзе отменили продовольственные карточки. На прилавках магазинов появился белый хлеб и давно забытые деликатесы. Страна приступала к восстановлению народного хозяйства. Более 2200 магазинов работает в Ленинграде. Из них свыше 300 открыто в последнее время. И в этих магазинах есть все, что выпускает наша пищевая промышленность. Вопреки агентурным данным Центрального разведывательного управления США, Советский Союз в сжатые сроки овладел ядерными технологиями и провел успешные испытания атомной бомбы. Соединенные Штаты Америки лишились возможности безнаказанно применить оружие массового уничтожения. Конфиденциально. 30 сентября 1950 года. Вашингтон. Президенту США Гарри Трумэну. Серьезные опасения вызывают увеличение военной мощи русских и растущее влияние Кремля на третьи страны. Необходимо пресечь распространение советской системы и ликвидировать СССР как государство, расчленив его территорию на отдельные оккупационные зоны. Начальник отдела планирования Государственного департамента США Пол Ницце. Атомная доктрина США предполагала нанесение внезапного ядерного удара по территории СССР. Днем апокалипсиса был выбран первый день 1957 года. К этому времени Соединенные Штаты планировали иметь свыше полутысячи ядерных боезарядов и создать термоядерное оружие, которое должно было обеспечить значительное военно-техническое превосходство в тотальной войне с Советским Союзом. Если мы хотим, чтобы страна имела гарантию суверенитета, гарантию защиты своего населения, гарантию эффективного использования природных и иных ресурсов, мы должны быть готовы прежде всего обладать необходимым вооружением. После ядерной атаки Соединенных Штатов сухопутные войска стран-союзниц США по блоку НАТО должны были уничтожить возможные очаги сопротивления на территории СССР. Основой бронетанковых сил Североатлантического альянса были американские танки М46 Паттон и английские Центурион. Им противостояли новейшие советские танки Т-54. По боевым возможностям они превосходили зарубежные аналоги. В декабре 1941 года во время битвы за Москву началась масштабная Вяземская воздушно-десантная операция. Диверсионные вылазки парашютистов-десантников Красной Армии в тылу немецких войск должны были сковывать стремительное продвижение противника. Основные потери десант нес в то время под Вязьмой холод, глубокий снежный покров, отсутствие лыж. Лыжи в одном месте сбросили, десантники в другом месте. В начале 50-х годов тактика парашютно-десантных диверсий по-прежнему была малоэффективной. В условиях холодной войны применение десанта требовало принципиально новых подходов. Именно в этот период статус воздушно-десантных войск СССР изменился. Десантники стали резервом Верховного Главнокомандующего. Оснащенные передовыми образцами вооружения и мобильной боевой техникой дивизии ВДВ должны были развернуть в тылу противника активно действующий фронт. Эта стратегия использования десантных подразделений оставалась актуальной до конца 20-го века. В первые минуты широкомасштабной ядерной войны против Советского Союза на территорию стран блока НАТО в Западной Европе было бы переброшено несколько дивизий советской крылатой пехоты. Уже через несколько часов десантники должны были блокировать командные пункты противника, захватить базы хранения атомного оружия и вывести из строя аэродромы тяжелых стратегических бомбардировщиков. Так выглядела стратегия применения воздушно-десантных войск в период холодной войны. Предполагалось, что десантники будут несколько суток держать оборону в тылу противника до подхода основных сил. Для этого крылатой пехоте необходим был полный арсенал оружия и военной техники от автомата до танка. Переброску десантников в тылу противника обеспечивала система противовоздушной обороны СССР. Воздушно-десантным войскам требовала специальная военно-транспортная авиация, способная одним рейсом перевести и легко вооруженных десантников, и тяжелую боевую технику. В начале 50-х годов прошлого века на вооружении ВДВ появилась первая десантируемая самоходная арт-установка АСУ-57. Бомбардировщики Ту-4 перевозили воздушную артиллерию в специальных контейнерах и сбрасывали на парашютах. АСУ-57. Мы ее в войсках, я застал еще их, придя служить в воздушно-десантных войсках, мы их называли «Голозатый Вердинанд», потому что у него ни крыши, ни сзади, все было открыто, и противопульная броня. Она имела мощную по тем временам, да и по теперешним временам, 57-мм пушку, которая стреляла бронебойными снарядами, на 900 метров эта пушка попадала белке в глаз. Появление в конце 50-х годов специальных военно-транспортных самолетов АН-8 и АН-12 расширило возможности воздушной артиллерии. На вооружение ВДВ поступили артиллерийские системы калибра 85 мм. Новому поколению зарубежных танков, американским М-60, западно-германским Леопардом, английским Чифтеном и французским АМХ-30 противостояли пушки СД-44 и бронированные самоходки Су-85. Но это равновесие было недолгим. В 50-х годах прошлого века в Советском Союзе шло бурное развитие самоходной артиллерии для воздушно-десантных войск. Но вскоре вместе с авиацией ствольную артиллерию советское руководство посчитало устаревшей. В 60-х годах межконтинентальные баллистические ракеты стали основой вооруженных сил Советского Союза. Казалось, что они способны решать не только стратегические, но и тактические задачи. В СССР делали даже ракетные танки. В этом фильме рассказывается об истребителе танков с комплексом управляемого реактивного вооружения. Истребитель танков представляет собой бронированную закрытую боевую машину с высокой маневренностью. В то же время на вооружение воздушно-десантных войск поступило не имеющее аналогов оружия ближнего боя – ручной противотанковый гранатомет РПГ-7Д. Конструкторы государственного научно-производственного предприятия «Базальт» применили новый активно-реактивный способ выстрела. Обычная граната практически стала небольшой ракетой. Получилась отличная система, которая, вот я как говорю, вписалась в солдата, понимаете, и по весовым, и по габаритным характеристикам. И отличные результаты были по тем временам. Все современные танки тогда пробивались. Ручные противотанковые гранатометы назвали карманной артиллерией. Они поражали танки на расстоянии 300 метров. Казалось, что орудия с артиллерийской дальностью стрельбы воздушно-десантным войскам уже не требуются. Секретно. 27 марта 1962 года. Москва. Начальнику главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил СССР Ивану Серову. США совместно с Германией и Францией ведут разработку единого для вооруженных сил НАТО среднего танка. На нем планируют установить башню из монолитной брони и гладкоствольную пушку калибра 120 мм. В списке испытаний нового вооружения отмечена система Хантер-Киллер. Военные атташе посольства СССР в США Николай Демьянов. Советская разведка ловала голову, что означает система Хантер-Киллер, охотник-стрелок. Оказалось, это было дополнительное вооружение новых зарубежных танков. Автоматы и пулеметы, вмонтированные в обращающуюся башню. Теперь экипаж вел скорострельную стрельбу во всех направлениях. И с ручным противотанковым гранатометом подступиться к танку было невозможно. Своё оригинальное решение предложили специалисты научно-производственного предприятия «Базальт» в новом станковом противотанковом гранатомете с кумулятивным боезарядом. Боевая часть кумулятивного снаряда сделана в форме ворона. После подрыва металлическая облицовка боезаряда вытягивается в виде тонкой раскалённой струи. Она пробивает броню так же, как игла прошивает ткани. Министерство обороны СССР предъявляло к новому гранатомёту жёсткие требования. Дальность поражения цели необходимо увеличить в три раза. Но орудие должно оставаться лёгким, чтобы гранатомётчик мог быстро сменить огневую позицию. Мы в своё время, когда обсуждали ТТТ, соглашались со скрипом, соглашались на 45 килограмм принять. Но нас это не послушали и, значит, вот задали 30 килограмм. И вопрос массы, он всё-таки всплыл в процессе отработки. Мы на заводских испытаниях отрабатывали систему на полную живучесть. А эта цифра 700 выстрелов полная живучесть. Вот пять выстрелов оставалось усиленным зарядом сделать. Но пятом выстреле вот из этой серии разорвался. Несмотря на сложности, в 1963 году значительно потяжелевший станковый-противотанковый гранатомёт СБГ-9 Копьё приняли на вооружение советской армии. Граница ближнего боя была отодвинута почти на километр. В середине 60-х годов, согласно директивам советского генерального штаба, воздушно-десантные войска в случае нападения на СССР разворачивали активно действующий фронт в тылу противника. А советские бронетанковые силы за три дня должны были пройти западную Европу и переправиться на берега Туманного Альбиона. В то же время в СССР появился новый класс военной техники – основной боевой танк. Его родоначальником стал революционный Т-64. На него впервые установили такую пушку, которая уже почти полвека приводит в ужас потенциальных противников. Огневая мощь современного российского танка – это прежде всего 125-мм гладкоствольная пушка высокой баллистики и боекомплект осколочно-фугасных, бронебойных, кумулятивных и управляемых снарядов. Могущество действия этих снарядов позволяет уверенно поражать неприятельские танки в лоб на дальности 1,5-2 километра. Такая мощная танковая пушка идеально подходила и для проведения десантных операций. Но оставался нерешенным принципиальный вопрос – какой тип бронетехники должен стать для ВДВ основным? В конце 60-х годов вместо легкого танка в Советском Союзе была создана не имеющая аналогов боевая машина пехоты – БМП-1. Ее конструкция не могла выдержать мощную танковую пушку. Основным ударным средством стали выстрелы гранатомета СПГ-9. Идеей создания подобной боевой машины для воздушно-десантных войск загорелся командующий Василий Маргелов. По его просьбе специалисты Волгоградского тракторного завода разработали легкую десантируемую технику. Главный конструктор БМП-1 Игорь Говалов впервые в мире для снижения веса машины рискнул сделать ее на основе алюминиевой брони. Величайшее свойство алюминиевой брони, величайшее, повторю, это прессуемость. То есть мы имеем возможность в монолите исполнять, допустим, борт с подкрытком. Вместо сварного шва мы все это исполняем в монолите. Самые яростные споры вызвало вооружение боевой машины-десантом. Эскизные проекты Игоря Говалова напоминали легкий плавающий танк с гладкоствольной 100-миллиметровой пушкой. Но его идеи были отвергнуты. Основным вооружением БМД-1 стала пушка Гром и противотанковые управляемые ракеты Малютка. Главной изюминкой БМД-1 была гидропневматическая подвеска. Тогда конструкторы даже и не подозревали, что удачная находка станет не только основой ходовой части всей боевой техники ВДВ, но и позволит создать первый десантируемый танк. В октябре 1973 года противостояние египетских и израильских войск грозило перерасти в крупномасштабную войну. Египетская армия прорвала оборону противника и форсировала советский канал. К месту прорыва были брошены главные силы армии Израиля. Основой ее бронетанковой мощи составляли новейшие танки Меркала и хорошо бронированные американские М-60. Секретно. 24 октября 1973 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. Как следует из заявления госсекретаря США Генри Киссинджера, Пентагон не исключает возможность вооруженного вмешательства на Ближнем Востоке. При неблагоприятном развитии событий мы можем перебросить в зону конфликта 7 воздушно-десантных дивизий. Министр обороны СССР Андрей Гречко. Стоявшие на вооружении воздушно-десантных сил СССР боевые машины десанта БМД-1 имели ограниченные возможности для борьбы с танками. Танки того времени имели дальность прямого выстрела более 2 километров. В то время как БМД-1 дали стрельбы прямой наводкой вообще там метров 500-600, а достильная стрельба маломощной кумулятивной гранатой очень тяжело попасть, тем более по движущему танку. 6 июня 1944 года началась крупнейшая десантная операция «Оверлорд». США и Великобритания направили на побережье Нормандии 176 тысяч человек и открыли второй фронт борьбы с фашистской Германией. Во время этой операции наибольшие потери войска союзников понесли от танков. Десант против танков, не имея достаточного количества противотанковых средств, он бессильный. Он бессильный. Человек, невооруженный соответствующей техникой против танков, это ничто. Проанализировав опыт воздушно-десантных операций, советские военные специалисты пришли к выводу, что для борьбы с танками десантникам нужна особая боевая техника. Идея создания мобильной противотанковой пушки лежала на поверхности. Командующий ВДВ Василий Маргелов лично объехал десятки КБ в поисках специалистов. Но оказалось, что ракеты вытеснили артиллерию не только с поля боя. К началу 70-х годов в Советском Союзе не осталось ни одного КБ, которое занималось бы системами воздушной артиллерии. Замыслы командующего ВДВ Василия Маргелова смог осуществить только ЦНИИ ТОЧМАШ, который специализировался на стрелковом вооружении малого калибра. Оказалось, что Центральный институт точного машиностроения не только разрабатывал уникальные подводные автоматы и бесшумные пистолеты, но и стал прибежищем для многих конструкторов, занимавшихся опальными артиллерийскими системами. На предприятии была такая атмосфера, что было больше возможностей для реализации каких-то творческих идей, пускай даже и бредовых. Для реализации идей Маргелова также были привлечены молодые конструкторы Уральского завода тяжелого машиностроения. Знаменитая СКБ-9 Федора Петрова создавала легендарные пушки с грифом «Д». На Уралмаш заводе мы занимались хорошей работой, веселой, хорошей работой. Мы делали танковые пушки. Но когда я приехал сюда, здесь стало интересно, потому что все-таки здесь конструктор участвует в идеологии создания. Начальник артиллерийского направления ЦНИ «Точмаш» Валерий Сердюков придумал гениально простой ход. Используя принцип «Клин вышибают клином», он предложил в качестве противотанкового орудия взять пушку линейного танка. Будущий боевой образец получил устрашающее название «Спрут». В свое время в Советском Союзе были некие правила. Артиллерия называлась, присваивалась шифр цветочки. У нас были астри, тюлпаны, гвоздики. Противотанковые средства они получали название разных гадов, гадюк, змей. Первым опытным оборотцом противотанковой системы, созданной специалистами Центрального института точного машиностроения, был буксируемый «Спрут-Б». На пушечной повозке конструкторы установили двигатель любимого народного автомобиля «ЗАЗ-965». На доводе «Коммунар» начался серийный выпуск машин новой марки. Мощность мотора 23 лошадиных силы. Багажник расположен в передней части кузова. Четырехместный автомобиль очень прост в управлении. Его максимальная скорость 90 км в час. В конце 70-х годов на дальневосточных рубежах СССР сложилась напряженная обстановка. Разорвав дипломатические отношения с Москвой, Китай ввел агрессивную политику против социалистического Вьетнама. Срочно, секретно. 17 февраля 1979 года. Москва. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил СССР Николаю Агарпову. Сегодня в 4 часа 30 минут китайские войска перешли в наступление на всем протяжении границы с Вьетнамом. Многотысячная группировка вторжения располагает большим количеством бронетанковой техники и тяжелого вооружения. По заявлению китайского командования, Пекин готов завалить путь к Ханою трупами своих солдат. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Петр Ивашутин. Вьетнамцы были вооружены новейшими образцами советской военной техники и имели многолетний опыт войны с американской армией. Пекинский план быстрого победного похода на Ханой сорвался. К тому же на границу Китая и Монголии выдвинул свои войска Советский Союз. Нашу 106-ю дивизию Тульскую полностью одним вылетом подняли в воздух. И мы потом десантировались в пустыне Гоби на расстояние от Пекина, кратчайшее расстояние. К нам в это время подходили две танковых армии, отмобилизованные. Одна за Байкальского округа, одна с Сибирского округа. Армии танковые шли своим ходом. Даже Т-34-ки были. Для борьбы с бронетанковой техникой артиллерийские дивизионы воздушно-десантных войск были вооружены с танковыми гранатометами, реактивными установками БМ-21В и переносными комплексами с управляемыми ракетами ФАГОТ. Но для эффективного поражения танков этого оказалось недостаточно. Тур. Чем дальше танк находится, тем он лучше для тура. Чем ближе танк подошел к пусковой станции, тем хуже. Существует такой называемый участок неуправляемой траектории. Дело в том, что он на некотором участке траектории тяжело поддается управлению. Не объявленная китайско-вьетнамская война закончилась в марте 1979 года. В эти же дни в афганской провинции Герат произошли столкновения правительственных войск и вооруженных группировок маджахедов, которые стали началом затяжной афганской войны. Афганские маджахеды, вооруженные новейшим американским оружием, действовали разрозненными группами, применяя методы партизанской войны. Для военного руководства СССР это стало неожиданностью. Посылая ограниченный контингент в Афганистан, советское правительство предполагало вести войну широким фронтом. Вошли в противоречие два принципа военного искусства. Сосредоточение и рассредоточение. Если сосредотачивается большая масса войск, то она потенциально становится объектом, по которому будет нанесен эффективный удар либо высокоточным оружием, либо оружием, которое по своей эффективности близко к оружию массового поражения. Рассредоточение повышает живучесть войск, но налагает на них больше физические, моральные, профессиональные и другие нагрузки. На вооружение советской армии стали спешно приниматься новые виды техники, которые повысили боеспособность малых тактических групп. На боевую машину десанта БМД-2 установили скорострельную автоматическую пушку, которая высокоэффективна в горной местности. В Афганистан направили и новейшие комплексы полевой артиллерии. Расчет по местам! Большую любовь наших десантников снискала Грозная Нона. Уникальное самоходное 120-мм орудие создано на базе легкого бронетранспортера БТРД. Конструкторам ЦНИИ ТОЧМАШ удалось соединить в одном орудии всю мощь полевой артиллерии. Это пушка, гаубица, миномет и даже реактивная система залпового огня. Но появление Ноны в арсенале воздушно-десантных войск не смогло заполнить один важный пробел. У десантников по-прежнему не было мобильного и мощного орудия для борьбы с танками. Феноменальные боевые качества Ноны стали основой целого семейства 120-мм артиллерийских орудий. На предприятии Мотовилихинские заводы, выпускавшем знаменитые реактивные установки КРАД, системы залпового огня Ураган и СМЕРЧ, было разработано автоматизированное самоходное орудие Вена. Его базой стала боевая машина пехоты третьего поколения ПМП-3. Вена стреляет различными боеприпасами, не только отечественного, но и зарубежного производства. Летом 1982 года Соединенные Штаты Америки начали размещать в Западной Европе баллистические ракеты средней дальности «Першинка». Они могли обрушиться на нашу страну всего через несколько минут после старта. За это время советские ядерные силы не успели бы развернуться для нанесения ответного удара. В действие вступила долгосрочная программа вооружения. Новые бомбардировщики, новые подводные лодки, новые ракетоносцы и старый антисоветский психоз. Советское руководство заявило о намерении привести в боевую готовность размещенные на территории Восточной Германии крылатые ракеты малой и средней дальности. В эти непростые дни в Прибалтийский округ прибыла комиссия Министерства обороны СССР во главе с Дмитрием Устиновым. Высокое командование проверяло боеспособность советских войск. Противотанковая артиллерия воздушно-десантных войск была настолько отсталой, что лучшими противотанковыми орудиями оказались самоходки 50-х годов Су-85 и АСУ-57. Также были буксируемые орудия Су-44, самодвижущие. Что такое самодвижущие? Там просто стоял мотоциклетный движок на станине. И он по полю боя перемещался, то есть не нужно было вытолкать. И где-то даже я вот когда командиром полка был, у меня дивизион такой был, ну и солдаты катались по парку на этих пушках. Здесь же министру обороны СССР продемонстрировали перспективные образцы вооружения. Во время показа, когда командующий ВДВ Дмитрий Сухоруков обратил внимание Дмитрия Устинова на макетную установку с пушкой от линейного танка, он разрешил произвести из нее пробный выстрел. Я сидел на месте командира, Валерий Александрович Сердюков сидел на месте наводчика. У нас отказал стабилизатор в первый раз. Я не успел прижаться к прибору, виднее, а в это время произошел выстрел. И даже при этом откат и воспринятие самоходкой выстрела было, у меня только чуть-чуть шлепнуло по лбу. Совсем не больно. Вот это был тот самый момент истины, где мы уверовали в эту машину. Выстрел произвел на Устинова должное впечатление. Правда, сами конструкторы в тот момент еще не знали, чем станет этот макет. Самоходным орудием или легким танком. Шасси для мощной танковой пушки разработали специалисты Волгоградского тракторного завода. Его конструкторы неоднократно брались за создание легкого плавающего танка. Но опытные образцы оставались невостребованными. В этот раз они свой шанс не упустили. Просто нас стоило, что нам не дали возможность тогда довезти машину. И мы все-таки, ну как говорят, и мытьем декатыни, все-таки сделали такую машину. И она сейчас всем нравится. Базой будущей противотанковой пушки была выбрана новая боевая машина десанта БМД-3. Спрут создавался с учетом возросших возможностей современной военно-транспортной авиации. Новые самолеты Ил-76 могли взять на борт в два раза больше полезного угроза. То есть узлы рассчитывались, подготавливались уже под увеличенную массу. 18 тонн и коробка, и ходовая часть. Ну, ходовая часть мы вышли очень хорошо из положения. Мы вместо пяти катков применили семь катков. Хотя сейчас это официально самоходный противотанкопушка. Ну, пожалуйста, называйте его легким плавающим танком. Компоновка новой машины. Боевое отделение с башней в средней части. Моторно-трансмиссионный отсек в корме. Боекомплект четыре типа снарядов. Автомат заряжания. Механизм отстрела гильз. Прицельный комплекс и даже экипаж три человека. В самоходной противотанковой пушке все как у танка. Спрут уступает им только в броневой защите. Но главная загадка для зарубежных специалистов совместимость этой мощнейшей пушки с легкой алюминиевой базой боевой машины десанта БМД-3. Один из секретов успеха это гидропневматическая подвеска БМД. Она позволяет регулировать натяжение гусениц и изменять клиренс. Но она же и смягчает отдачу. Мощный импульс гасится гидравликой и расходится как круги по воде. Эти технические инновации привели к неожиданному результату. Спрут, обладающий уникальной боевой мощью, оказался вполне комфортабельной машиной. Управляясь машиной просто, ну если как вам сравнить, если по автомобилям Запорожец и Мерседес, вот примерно так. Значит там отсутствуют традиционные рычаги, а есть просто штурвал, как в самолете. Вот. И усилий больших не требуется. Уже первые заводские испытания показали феноменальный результат. Быстрая, маневренная, самоходная, противотанковая пушка обладала удивительными мореходными качествами. Даже в штормовых условиях Спрут вел эффективный огонь по береговым целям. Вопрос стрельбы на плаву мы даже боялись обсуждать, боялись поднимать, думали, что машина просто утонет. И потому, чтобы к этому подступиться, были самые первые испытания, это в пруду. И причем машина тросами на всякий случай привязывалась, чтобы, не дай бог, не утонула. Вот когда это проверили, значит, когда убедились в том, что она может стрелять на плаву, ну, это какое-то чувство эйфории где-то на какой-то период наступало. В августе 1991 года под городом Николаевым высадилась десантно-штурмовая бригада воздушно-десантных войск СССР. Военно-транспортный самолет Ил-76 впервые доставил в район учений новую самоходную противотанковую пушку Спрут-СД. И мы ночью по ночному Николаю проехали на противотанковой пушке Спрут. В общем-то, нам отдавали честь милиционеры в то время, значит, и уехали в степи. Спрут готовился к участию в крупномасштабных войсковых учениях. Неожиданно, во время подготовки орудия к стрельбе с ходу, поступила команда отбой. В самый разгар испытаний, прямо на полигон, министру обороны СССР Дмитрию Язову привезли секретную депешу из Кремля. Ознакомившись с ней, раздосадованный маршал срочно вылетел в Москву. Но перед этим пообещал всего через 2-3 дня вернуться и продолжить испытания. В тот момент создатели самоходной противотанковой пушки даже и представить не могли, что зачехленным Спрут простоит больше 10 лет. На следующий день конструкторы узнали, что в Москве введено чрезвычайное положение и одним из членов ГКЧП стал министр обороны Язов. В вихре последующих событий возможности доработать Спрут появились не скоро. Новую самоходную противотанковую пушку Спрут-СД приняли на вооружение российской армии только в 2005 году. У нас были только противотанковые ракеты, а теперь мы можем бороться с танками, ихним же оружием. Сегодня на вооружении стран блока НАТО находятся боевые танки третьего поколения. Американский Абранс, германский Леопард, английский Челленджер и французский Леклерк. Считалось, что увеличение калибра пушки до 120 миллиметров, использование новых приборных систем, многослойной брони и бортовых защитных экранов настолько повысило боевые возможности этих танков, что победить их в дуэльном бою невозможно. Но, как оказалось, мощное противотанковое средство, способное взламывать самые современные системы защиты, уже создано. Российская самоходная противотанковая пушка Спрут может уничтожать все известные на сегодняшний день танки. Для бронемоиного снаряда динамическая защита – это то же самое, что укрыться одеялом против пули. Против лома нет приема. Нанося удары с расстояния нескольких километров, высокоманевренный Спрут значительно расширяет границы боя. Теперь воздушно-десантные войска могут громить группировки противника с безопасной дистанции. Новая самоходная противотанковая пушка может вести активные боевые действия в самых сложных природно-климатических условиях – днем и ночью. Спрут – это универсальная система. Универсальная система позволяет, конечно, существенным образом воздействовать в огневом отношении на любые объекты противника. При подготовке к стрельбе комплект датчиков бортового компьютера автоматически вносит поправки с учетом параметров атмосферы, температуры заряда, износа и кривизны ствола. Компьютерное управление позволяет, не снижая темпы атаки, мгновенно переключаться с цели на цель. Лучше даже на повышенной скорости стрелять сходу. Сходу практически не чувствуется отдача, и стабилизатор позволяет вести прицельную стрельбу сходу. Сегодня новейшая самоходная противотанковая пушка транспортируется десантными кораблями, самолетами транспортной авиации и может самостоятельно десантироваться парашютным способом с экипажем внутри машины. Через две минуты после приземления он будет готов вступить в бой. Появление оружия массового поражения и баллистических ракет, несущих ядерные заряды, поставило под сомнение необходимость участия в боевых действиях как самих танков, так и противотанковых средствах. Тем не менее, в сухопутных операциях бронетанковая техника по-прежнему остается господствующей силой. Спруты пойдут туда, на рубеж развертывания и будут вести борьбу с танками, уничтожать их, конечно, совместно с теми же тройками БМД, с четверками, с теми же РПГ-2 и, может быть, и с коктейлями Молотова. Может быть. А как же? Все будет, пойдет в ход. Несмотря на бурное развитие вооружения и военной техники, ни одно из противотанковых средств не потеряло своего значения. Но принципиальной инновацией в этой сфере стал только один образец. Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут» создана для молниеносной войны. Войны 21 века. Длительная осада является худшим способом введения войны, утверждал древнекитайский философ Суньцзи. Военные конфликты последнего времени доказали, что боевая операция должна быть молниеносной. Норматив, 3Б, приступи! Элита российских вооруженных сил, воздушно-десантные войска наиболее полно отвечают требованиям современного боя. Появление в арсенале ВДВ новейшей противотанковой самоходной пушки «Спрута», фактически легкого танка, очевидное усиление воздушно-десантных войск, а значит и укрепление обороноспособности страны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»